Всем привет! На чем только не готовят тесто для блинчиков! И на молоке, и на кефире. Можно взять топленое молоко, и тогда блинчики получатся с легким карамельным вкусом. Или приготовить десертные блины на основе йогурта. Можно экспериментировать и с мукой. Использовать привычную пшеничную, цельнозерновую, овсяную, муку из полбы или из зеленой гречки. А сегодня приготовим румяные блинчики на ряженке и полбяные оладушки. Но для любого рецепта важны хорошие ингредиенты. Натуральное молоко, яйца от фермерских курочек, хорошая мука и масло. Все это можно заказать с доставкой на дом в интернет-магазине Ешь Деревенская. Ссылочка в описании под этим видео. А по промокоду ЕДА действует скидка 500 рублей на первый заказ. Для блинчиков на ряженке взбиваем одно яйцо со столовой ложкой сахара и щепоткой соли. К яйцу вливаем стакан ряженки, перемешиваем. А следом добавляем соду. Тесто запузырится, эта сода вступает в реакцию с кисломолочной ряженкой. Следом всыпаем муку. Вливаем полстакана кипятка и все перемешиваем. Не забываем про растительное масло. Добавляем 2 столовые ложки. Все еще раз хорошо перемешиваем и даем тесто отдохнуть минут 20. А тем временем сделаем тесто для оладушек. А среди зрителей этого видео мы проводим конкурс и разыгрываем сертификат на 2000 рублей на покупки продуктов в магазине Ешь Деревенское. Для участия поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и оставьте свой комментарий. Желаю удачи! Рецепт простой. Взбиваем одно яйцо и 200 мл молока. Соль, сахар по вкусу. Добавляем полбяную муку, все хорошо перемешиваем. Следом добавляем пол чайной ложки соды и 100 мл растительного масла. Тесто получается достаточно густым. Масла в нем много, поэтому жарим оладушки на сухой сковороде. Тесто на ряженке отдохнуло, набралось сил. Будем печь блинчики. Блинчики на ряженке получаются нежные и вкусные. Хороши как сами по себе, так и с начинками. Например, с красной рыбкой или с паштетом. Оладушки из полбяной муки получаются пышные, пористые, с легким ореховым вкусом. Подавайте их с любимым вареньем или с медом. Приятного чаепития!